Старший оператор упаковочной линии Андрей Красин на заводе работает 12 лет. Таких глобальных перемен, как в этом году, не припомнит. Почти полгода здесь учатся трудиться по-новому. Рабочие места на конвейере оптимизировали. По-новому расставили станки, инструмент и материалы разложили на расстоянии вытянутой руки. Работать стало легче, а производительность выросла. Мне кажется, значительно, по крайней мере, по мне. Когда не ходишь, лишние движения не делаешь, что-то другой. Но, опять же, мы только на самом начале этого пути. Нам еще много чего предстоит делать. Нарастить объемы производства с минимальными затратами сил и средств директор завода Олег Кисаев мечтал не один год. Реализовать задуманное помог нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости». И даже особый режим, введенный из-за коронавируса, не смог изменить намеченное. Завод продолжил работать и внедрять новые технологии. За полгода производительность труда выросла на 10 процентов. Благодаря тому, что мы уже начали внедрять элементы бережливого производства на нашей компании, эффективность работы людей уже повысилась. И мы смогли качественно организовать график работы для того, чтобы в этих сложных условиях нормально отгружать продукцию тем клиентам, которым она была нужна. Предприятие, принимающее участие в по улучшению условий и производительности труда на производстве, получают федеральные льготные займы на модернизацию станков и оборудования. Имеют возможность бесплатно обучить руководителей и рабочих предприятий. Кроме того, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил ввести для таких производств налоговые льготы. Областные депутаты его поддержали. Реализовать намеченные планы руководителям предприятий помогает региональный центр компетенций. В предприятии первые три месяца проходит диагностика на предприятии, а в следующие три месяца происходит внедрение. Вот, сейчас предприятие на этапе внедрения как раз и близко к завершению проекта. Наши результаты должны быть за первый год достигнуты. Повышение производительности 10% за первый год и 30% это к третьему году мы должны достигнуть результатов. В Самарской области на режим бережливого производства уже перешли 76 предприятий в разных отраслях экономики. До конца 2020 года эта цифра должна достигнуть 84. В областном Минпроме уверены с задачей справиться. Это реально новое дыхание в производственный процесс. И те эффекты, которые достигаются, они не только очевидны, но они складываются потом и в копеечку, и в рубль. И это дает, безусловно, конкурентные преимущества. Поэтому проект будет развиваться. Конечно, мы понимаем, что вот эти вот издержки, которые принесли нам ограничения, связанные с пандемией, и в этом смысле пришлось корректировать планы. Те предприятия, которые не могут в условиях особого режима обеспечить санитарные нормы, пока внедряют бережливое производство в дистанционном режиме. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События.